Состоялось ежегодное собрание духовенства и мирян Московской епархии. Более трех с половиной тысяч человек встретились, чтобы подвести итоги деятельности в уходящем году и наметить пути дальнейшего развития епархиальной и приходской жизни. Мероприятие проходило в городе Коломна, истории современности которого тесно связаны с духовным становлением Подмосковья. Галина Ледвина расскажет подробнее о событии. Годовое собрание – событие значимое. Именно здесь подводятся итоги развития Московской епархии. Владыка-метрополит, открывая собрание, сделал доклад о социальной, издательской и экологической деятельности церкви, о реставрации и строительстве святынь, о пастырской деятельности в медицинских учреждениях на территории епархии. Значительное внимание уделяется историко-краеведческой деятельности. Священнослужители совместно с краеведами, исследователями новейшей истории Подмосковной земли и сотрудниками архивов продолжают кропотливую работу по выявлению неизвестного подвига земляков, пострадавших за веру Христову в годы гонений на церковь. Приоритетным направлением является прославление подвига новомучеников и исповедников, подвязавшихся в Московской епархии. Присутствующим огласили приветствие губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в котором была подчёркнута важная роль православного духовенства в жизни Подмосковья. Московскую епархию связывает с правительством области многолетнее плодотворное сотрудничество в важных сферах – образование, здравоохранение и поддержка социально незащищённых слоёв населения. Под вашим руководством, дорогой владыка, каждый год восстанавливаются порушенные святыни, строятся новые храмы, которые всегда полны людей. В приходах ведётся активная социальная работа. В эту работу вовлечены представители разных поколений и, что особенно важно, наша молодёжь, для которой находятся самые разные формы деятельности. Вся эта работа приносит пользу сегодня, а самое главное – даст добрые плоды в будущем. Второй год для участия в собрании приглашаются не только викарии Московской епархии, настоятели и настоятельницы монастырей, клирики епархиальных храмов, но и активные миряне. Все вместе эти люди совершают в Подмосковье огромную созидательную работу. Её результаты были отражены в выступлениях председателей епархиальных отделов. Говорили и о том, на что будут направлены усилия в следующем году. Это работа с молодёжью и восстановление порушенных святынь. Владыка сегодня неоднократно говорил о множестве храмов, которые не восстановлены в Подмосковье. Хочется привлечь именно как можно больше молодёжи к этой нашей всеобщей проблеме. Показать молодёжи то плачевное состояние храмов, которые находятся в руинах, которые разрушены. Чтобы они через свой потенциал, через свою молодость, через свою активность приняли участие в возрождении этих святынь. Особое внимание в 2019 году будут уделять подготовке молодых людей к пасторскому служению и мероприятиям по увековечению памяти новомучеников Церкви Русской. В завершении собрания митрополит Ювеналий выразил благодарность за усердные труды во славу Церкви и поздравил всех с наступающим праздником Рождества Христова и новолетием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова